Закладчики наркотиков, виновники аварии, участники драк. Многих героев этих записей задержали благодаря системам видеонаблюдения. Только за 10 месяцев благодаря камерам удалось раскрыть 162 преступления. За мелкие нарушения на граждан было составлено 570 административных протоколов. По состоянию на 13 ноября на улицах, во дворах и общественных местах функционируют 4436 камер. Из них 599 установлены за 10 месяцев текущего года. Прирост составил 13,5%. Хочу отметить, что Нижнекамск является лидером в республике по проценту проникновения камер на количество домохозяйств. Благодаря камерам заметно снижается количество преступлений и хулиганств, говорит руководитель одной из фирм по установке камер Роман Кондрашин. Простой пример. Сейчас закладчиков наркотиков в домах, где есть камеры, увидеть можно крайне редко. Видя то, что система видеонаблюдения в городе работает, и таких сейчас на камеры не попадаются. Пытаются как-то обходить, но бесполезно. Если есть какая-то небольшая зацепка, то мы этих ребят прям от начала маршрута до конца маршрута можем отследить. Но в городе еще есть места, где видеонаблюдения отсутствуют. На сегодняшний день это 125 домов. В последнее время к системе «Безопасный двор» в помощь стали добавлять умные домофоны. Ими уже оборудованы 135 домов. Работа по их установке будет продолжаться. При этом абонентская плата остается прежней. Она составляет 30 рублей. У населения есть вопросы. Они думают, что опять это связано с увеличением тарифа. Во-первых, это вопрос безопасности. Чем больше камер, тем меньше именно посягательств на чужое имущество, на чужую жизнь или на чужое здоровье. Оснащение города камерами идет по трем программам. Сейчас приборы слежения активно устанавливают на оживленных участках дорог. Как отметили в ходе совещания, важно развивать систему на коммерческих объектах. По планам властей уже скоро слепых зон в городе не будет. В 60-летие Нижнекамска подготовлены дорожные карты по развитию видеонаблюдения, в рамках которой запланировано оснащение всех городских мест видеонаблюдением, тем самым обеспечив комфортную, защищенную и спокойную среду для всех жителей и гостей города. Александр Халин, Максим Липин, Новости НТР